Дорога Константин, расскажите, пожалуйста, что за беда у вас случилась? Какую яму вы провалились? В яму провалился, вот в эти ямы, в две ямы, которые сейчас заложены кирпичом. Двигался по своей правой полосе, пропустил пешеходов с трамваев. Было все в лужи, под лужами, естественно, их видно не было. И, ну, прям провалился в эти ямы. Согнул себе порог в двух местах, пробил два колеса и замнул два диска. Вы куда-то уже пожаловались, обратились, чтобы вам ущерб возместили? Ну, остановился независимый эксперт. Он это все посчитал, нужно ехать сейчас за экспертизой, то, что они насчитают. Позвонил еще в администрацию города Бисков, в дорожную службу. Они мне только единственное предложили привезти тебе вторую запаску и все. Остальное, говорит, сам разбирайся. И еще я знаю, вот эта яма невольно подружила вас с другим человеком, который тоже стал ее жертвой. Про его беду не можете рассказать. Двигался на дорогой иномарке, по-моему, даже на кроссовере. Зовут его Александр. За день до моего случая он тоже здесь порвал колесо и замнул диск. Он тоже вместе с вами теперь добивается какой-то компенсации? Он не вызывал службу ДПС, не звонил никуда, он просто вызвал спас, его увезли и все. А я как бы вызвал страховщиков своих, они мне сказали, это не страховой случай. Позвонил вот в администрацию, вызвал ДПС. ДПС же меня обвинило, что я должен был выйти, пощупать эту кочку и тогда продолжать движение. Случилось страшное, и ваша машина провалилась в яму. Главное – не паниковать и действовать строго по плану. Остановиться там, где произошло это происшествие. С точки зрения ДТП выставить все необходимые дорожные знаки, предупреждающие иных водителей о том, что здесь стоит автомобиль, и чтобы они приняли все меры к объезду этого автомобиля. После всего этого убедиться, что пассажирам автомобиля, если они присутствуют, не нужно оказать первую помощь, нужно обязательно по телефону вызвать ГИБДД, обязательно зафиксировать сам факт дорожно-транспортного происшествия. Сотрудник ГИБДД обязан составить протокол, где указать все исходные данные, что это связано с попаданием автомобиля в дорожную яму. Чтобы инспектор ГИБДД зафиксировал все повреждения, которые есть на автомобиле, а желательно именно те, которые связаны именно с данным дорожно-транспортным происшествием. В обязательном порядке попробовать сразу же пригласить двух свидетелей, родственники не запрещено. Обязательно взять у них паспортные данные, взять у них телефоны, потому что впоследствии это обязательно потребуется в плане доказательства данного дорожно-транспортного происшествия. Водитель должен сделать все необходимые действия для того, чтобы определить сумму материального ущерба, который ему причинен. Для этого обязательно нужно обратиться в соответствующую организацию. Это не оценщики, которые существуют, это эксперты техники. Они у нас в городе есть, организации есть, потому как тут не только надо определить стоимость материального ущерба причиненного владельца, а именно посчитать калькуляцию ремонта, но и в обязательном порядке ответить на вопрос, какие именно повреждения причинены автомобилю, как эти повреждения классифицируют с этим ДТП, потому что автомобиль у нас эксплуатируется не первый день, он мог влетать и в другие ямы, получить иные повреждения, поэтому рассматриваются будут всегда только те повреждения, которые именно произошли в результате вот этого ДТП, который должным и нужным образом водитель оформил. То есть вот на это же место, где ты вот в этот люк улетел, надо обязательно вот этого эксперта туда? Нет, нет, нет. Если есть возможность, если вы знаете уже реквизиты экспертной организации, и вы можете позвонить, то, конечно, все делается по горячим следам. Лучше вызвать всех сразу туда и на месте оформить. То есть любое мероприятие решается проще и лучше тогда, когда оно действуется оперативно по горячим уже следам, как бы из милицейского опыта. Вот. А в дальнейшем, конечно, это не всегда получается, когда главное зафиксировать это ДТП, и чтобы инспектор ГИБДД зафиксировал все на месте, чтобы потом он вам выдал протокол. Поэтому, если инспектор ГИБДД своим постановлением, а это не инспектора, а уже руководство ГИБДД, вынесет постановление о привлечении к административной ответственности конкретного дорожно-транспортного предприятия, которое обслуживает данную дорогу, то вина их уже давно доказывается. Если он этого не сделает по каким-то причинам, то водителю придется самостоятельно избирать способ доказания вины данного дорожного учреждения. А это в любом случае только суд. Или мировой суд, или суд общей юридической гражданской. Все зависит от степени материального ущерба. То есть, если увеличена материальная ущерба до 50 тысяч, человек обращается в мировой суд того судебного участка, на котором это произошло. Если стоимость ущерба более 50 тысяч, то в обычном порядке это уже через федеральный судей, который у нас находится на Ленина. Что для этого нужно? После всех этих мероприятий, когда все зафиксировано, тогда нужно обратиться в ту экспертную организацию, о которой я говорил, где имеются эксперты автотехники, а не оценщики. Я еще раз сказал, что все повреждения надо будет классифицировать и давать им оценку, что они именно соотносятся с этим дорожно-транспортным происшествием. Данные специалисты вам выдадут экспертное заключение, где будет четко озвучено вид повреждений, классификация повреждений, отнесение их к данному дорожному происшествию и посчитана стоимость материального ущерба для собственника данного автомобиля. При проведении осмотра автомобиля с целью определения стоимости материального ущерба в обязательном порядке должны быть приглашены все заинтересованные стороны. Это в первую очередь организация, обслуживающая данный участок дороги. Дается телеграмма с обязательным уведомлением именно руководителя, где его приглашаются по факту этого ДТП. А лучше в это время, чтобы у водителя или у собственника на руках уже постановление ГИБДД о привлечении к административной ответственности для данной дорожной организации. Приглашаем на осмотр этого автомобиля дорожников. В их присутствии эксперт осматривает автомобиль, фиксирует те повреждения, которые произошли от именно данного дорожно-транспортного происшествия. Предлагает сторонам подписать акт осмотра. Если стороны откажутся, ничего там страшного нет, потому что все это фиксируется с фотосъемкой, с датами, с временем и прочим. И в конечном этапе у водителя должен быть подготовлен пакет документов. А это протокол осмотра места ДТП, а это постановление о привлечении к административной ответственности данной дорожной организации, которая обслуживает данный участок, и техническое заключение эксперта о сумме материального ущерба и его причиненном. Дальше порядок известен, юристы знают, как это делается. На сегодня судами и всеми инстанцией приветствуется досудебный порядок разрушения этого спора. А именно, надо написать претензию на имя этой организации, которая обслуживает данный дорожный участок, с просьбой добровольно возместить материальный ущерб, причиненный владельцу. Если это не помогает, организация никак не реагирует на данную претензию, то составляется исковое заявление в суд, и в судебном порядке эта сумма взыскивается с дорожной организацией, которая недостаточно четко исполняет свои функции по содержанию дорожного полотна. Хотелось бы еще добавить, что существует ГОСТ, который регламентирует порядок содержания дороги, и вот то, что касается ям, в обязательном порядке яма должна быть... То есть допустимо, если яма имеет длину 15 сантиметров, ширину 80 сантиметров и глубину 5 сантиметров. То есть это допустимо, ну как бы недопустимо вообще, но в данной ситуации, в весной, это допустимо. Если эти параметры превышают, которые я назвал, то это уже нарушение правил содержания дорожного полотна. Мы решили составить карту опасных дорог нашего города, и помогут нам в этом сами автомобилисты. Что посоветуете, куда нельзя вашим коллегам-автомобилистам ездить? Город Бийск, просто весь вообще. Здесь нету таких дорог, которые надо объезжать. Просто город объезжать и все. Единственный выход из ситуации. Посоветовал бы не ездить на улицу Матросова, потому что там яма на яме. Социалистическая, Трофимова, въезд на зеленые клина со стороны ленты и выезд также. Севастопольская. Не могу не спросить мнения и нашего водителя. Сейчас у него поинтересуемся, какие улицы лучше объезжать. Что скажете, Павел? Я лучше скажу, не какие объезжать, а по каким ездить. Можно ездить по Васильево, ну и, наверное, по Яменской, которую прошлый год сделали или позапрошлый. А остальные лучше объезжать. Погода сжалилась над бийскими автомобилистами и дала им небольшой передых. Но уже выходные синоптики обещают возвращение тепла. А вместе с ним вернутся и ямы на дороге. Они будут ждать свои новые жертвы. Будьте бдительными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok